Всем привет, вы на канале VSD, в этом видео я расскажу про новое обновление на BlackRush, новые работы, новые скины, новые машины, новая автошкола и много всего другого нового, ну а также я расскажу дату выхода данного обновления. Видеоролик как всегда получился очень интересный и полезный, поэтому поддержите его пожалуйста лайком, подпиской на канал, ну и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Если ты еще не играешь на BlackRush, либо у тебя лагает игра, то советую скачать абсолютно новую оптимизированную версию BlackRush. Переходим в описание к этому видеоролику и нажимаем вот на эту вот ссылочку. Нас перебрасывает на сайт, кликаем начать играть. Уже в игре заходи на iSterp, при регистрации в поле пригласившую указываемую нигде не угрома. На сервере пиши в чат слэш промо, активация промокода и вводи мой промокод хэштег VSD. Хочу запустить для вас новый конкурс на 250 рублей доната. Условия очень простые, поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, написать абсолютно любой комментарий и самое главное условие ввести мой промокод хэштег VSD на iSterp. Все условия будут проверяться, поэтому если вы хотите победить, то не пытайтесь меня никак обмануть. И такие розыгрыши я провожу абсолютно в каждом видеоролике. И вот кстати победитель прошлого конкурса, отпиши мне ВК со всеми доказательствами и я дам тебе твой приз. Начну я с обновления, которое вышло совсем недавно и уже добавлено на BlackRush. Ну во-первых это новые скины, скин Никоглая и Ивана Зола, которые стоят по 5000 рублей доната. Как по мне это очень дорого. Ну и второе это новые меню, то есть появились какие-то новые функции, например как ввод промокода. То есть теперь вам не нужно писать слэш промо, а просто заходите в меню и нажимаете в раздел промокода. Третье, как по мне самое крутое, это новый тюнинг. BlackRush уже давно этим занимается, то есть оптимизирует все машины, добавляет на неё разный тюнинг. До этого почти не было никакого тюнинга, были только на машины какого-то низкого класса, ну и парочку из среднего и высокого. После этого вышло глобальное обновление, там где изменили полностью всю систему тюнинга. Ну и конечно даже добавили новый тюнинг на машины. Ну и сейчас, 4 февраля, вышло ещё небольшое мини обновление, там где изменили меню и добавили новый тюнинг. Вот на эти машины, которые вы сейчас видите на экране. Теперь уже перейдём к тому, что ещё не вышло, а выйдет только в глобальном обновлении. А о дате я расскажу немного позже. Первое это новая работа. Об этом уже давно ходят слухи и изначально это должно было быть немного другое. То сейчас эта работа будет называться уборщик мусора, но изначально это собирались добавить в глобальное зимнее обновление. И это должна была быть работа уборщик снега. Но так как весеннее обновление будет, снега уже не будет. И поэтому, ну как бы, снега уборщики уже не нужны. Поэтому будет добавлена работа уборщик мусора. Но это тоже довольно крутая работа и скорее всего будет доступна с начальных уровней. То есть третий или пятый. По поводу прибыли, как и в принципе уровня, я пока точно не знаю. Потому что это только слухи и неизвестно добавить ли это в следующее обновление или нет. Новые машины пока, к сожалению, не показывают машины из низкого, среднего и высокого автосалона. А показывают только рабочий транспорт, электробус и грузовик. Сейчас расскажу о них поподробнее. Кто не знает, электробусы это автобусы, которые заправляются от электричества. Но пока как это будет работать, я не знаю. То есть будут заменены все маршрутки на новые электробусы. Или будет и то, и другое. Но точно знаю, что если бы Краша взяла из-за этого, то она доделает это до конца. То есть скорее всего добавятся новые какие-то маршруты. Но это пока не точно. И точно будут изменены все старые маршруты. Потому что сейчас они выглядят ужасно. Много разных багов. И очень неудобно работать на автобуснике из-за этих проблем. Поэтому те, кто работает на автобусе, радуйтесь. Потому что совсем скоро уже будут новые маршруты. И не будет таких проблем, которые существуют сейчас. Второе это грузовики. Тут кроме самого скриншота больше ничего не показали. Поэтому остается только гадать. Но у меня есть предположение, что это будет новая машина на военной базе. Сейчас есть такая машина, которая переводит грузы из военной базы в полицию. То есть ОМВД, ФСБ, ГИБДД и так далее. Просто будет заменена моделька машины на вот такую. Ну или будет что-то другое. Но пока об этом неизвестно. Может быть даже какая-нибудь новая фракция или работа. И хочу развеять слухи. По поводу телефонов я сам про них очень много говорил. То, что их добавят в следующее обновление. Потому что было много разных пасхалок по этому поводу. Но как сказал один из основателей в BlackRush. То, что телефонов в этом обновлении не будет. То есть может быть они будут в следующем обновлении. Но, к сожалению, в этом обновлении мы их не увидим. В BlackRush это объясняет тем, что телефоны пока не особо нужны. И есть много более важных факторов, которых нужно добавить и исправить на BlackRush. Второе это Metro. Про него я тоже много раз говорил. Но, к сожалению, после того спойлера. То есть там, где разработчик на стриме сказал. Что Metro либо поезда мы будем добавлять в ближайших обновлениях. Это будет либо это обновление, либо следующее. Но, к сожалению, пока больше никаких спойлеров нету. Кроме этого видеоролика. Поэтому остается ожидать. И я очень надеюсь, что Metro или поезда мы уже увидим в этом обновлении. Новая автошкола. Думаю, все знают, в каком сейчас плачевном состоянии находится эта автошкола. Интерьер, экстерьер, здание, вопросы сделаны просто ужасно. И все их знают просто наизусть. Ну и в следующем обновлении, точнее в этом обновлении, мы увидим абсолютно новую автошколу. Во-первых, это интерьер. Он будет выглядеть очень круто и современно. Второе, это новые вопросы. Как я и говорю, сейчас практически каждый игрок знает все вопросы наизусть. Ну, точнее, ответы на них. В скором времени их исправят. Во-первых, они будут касаться BlackRush'а. Потому что сейчас вопросы вообще никогда не помогут вам BlackRush'а. Все эти вопросы просто бесполезные. Ну, а во-вторых, эти вопросы будут выходить в рандомном порядке. И вы никогда не сможете выучить их наизусть. Новый инвентарь. Как сказали разработчики, это давняя просьба всех игроков увеличить инвентарь. Но, как всегда, BlackRush'а не просто увеличила инвентарь, а полностью его изменила. Она теперь, ну точнее, инвентарь теперь выглядит очень современно. Тут есть и меню, и статистика, и донат. Меню действий, и BlackPass. То есть сразу же можно перейти во что ты хочешь. Видно свой ник, уровень, весь инвентарь. Его можно листать вверх, вниз. Ну и самое интересное и удобное то, что добавили обмен. То есть теперь вам не нужно будет писать какие-то неудобные команды. Просто нажимаете на одну кнопочку и производите обмен. Также можно переложить какую-то вещь, что-то удалить. Но это уже было до этого. Ну и, как всегда, на последних дата обновления. Ну, последнее время выходят какие-то мини-обновления. Сначала скины добавили, потом новый тюнинг. То есть мини-обновления так и будут выходить всю зиму. И последнее время BlackRush этим активно занимается. То есть выпускает не только глобальные обновления, но и какие-то небольшие обновления, чтобы привлечь интерес игроков. Но глобальное обновление, то есть всё, что я вам рассказал в этом видеоролике, выйдет только в начале весны. К сожалению, это так, но BlackRush выпускает обновления глобальные зимой, весной, летом и осенью. По одному глобальному обновлению. Так как зимнее обновление вышло в декабре, то есть в самом начале зимы, то весеннее обновление, скорее всего, выйдет в марте, ну или в начале апреля. Конечно, точную дату я вам сейчас назвать не могу, потому что они не знают даже сами разработчики. И как они обычно говорят, всё делаем по мере готовности. То есть как обновление готово, всё, что они планировали и сделали, то они его выпускают. Поэтому, может быть, оно выйдет даже зимой. Ну а на этом всё. Если вам хоть немного понравился данный видеоролик, то поддержите его, пожалуйста, лайком, подпиской на канал, ну и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Для вас это не трудно, а для меня это очень большая мотивация для создания новых видео. Всем удачи, всем пока!